МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители одной из кунгурских многоэтажек возмущены. Им приходят неверные коммунальные счета за потреблённое электричество. Кто прав, а кто виноват, разбирались местные журналисты. Это помещение. И вот это на общедомовую. Видите, сумасшедшая цифра. На квартире 8848, а на подъезде ушло 6539 кВт. Огромные суммы за общедомовые нужды Владимир стал получать с начала этого года. С момента, как все платежи стали напрямую идти в пермоэнергосбыт. И не только он один. Все жители дома стали жаловаться на трёхзначные цифры в общей колонке за свет. У некоторых эти суммы равнялись половине своего потребления. Потребив в квартире почти 100 кВт на 300 рублей, жителю предлагают заплатить ещё почти 200 за общедомовые нужды. Почему так происходит? Посовещавшись, старший по дому предлагает ответ. Абсолютно всё в кучу. Вот свалено. Первое. Не заменено счётчики раз. Второе. Дата снятия показаний – это два. Третье. Должники похожи. В пермоэнергосбыте, куда мы обратились за разъяснениями, уверены – норма общедомового потребления нормальная. Всё по приборам учёта. То есть на одну дату, вот именно коммуны 47 снимается на 13-й рабочий день. То есть приходят агенты наши специальные, снимают индивидуальные приборы учёта. И инженер выезжает, он снимает общедомовый прибор учёта. Они 17-го числа проверили, 17-го, вот их контролёр. У ней 4 017 написано, а у меня 10-го числа – 4 059. То есть я пришёл к выводу, что просто от фонаря ставить. А вот березняковские журналисты обратили внимание на открытый люк на одной из улиц города. Глубокая яма находится в непосредственной близости от школы и детсада. Однако благоустроители не спешат решать проблему. Страшно, просто страшно. Там глубина, наверное, метров 5 точно. Оттуда уже не выбраться человеку. Смертельно опасно для людей, для детей и всех, кто ходит здесь. Вечером начинает темнеть, и я думаю, что может хоть кто сюда упасть. Мнение любого будет взрослого, мнение о том, что разве можно допускать вот это. Хоть бы огородили бы её как-то. Первый звонок в ЕДДС о том, что в районе Северного открыт огромный колодец, поступил ещё 3 марта, сообщили нам в Новогоре. А беспокойные люди настаивали – срочно закройте люк. Рядом два детских сада и школа. Пошла четвёртая неделя. Огромная дыра в асфальте как была, так и есть. Нам по-настоящему стало страшно, когда прямо во время записи интервью к открытому колодцу ринулись любопытные дети. Я уйду, а ребята… Ой-ой-ой, аккуратно там, смотри, яма какая. Вот, пожалуйста. Как раз из школы все бегут из школы. Ай, упадёшь, не ходи туда, девочка. Они ещё и любопытные, им надо туда заглянуть. Сигануть туда вниз, как нечего делать. Кромка вокруг колодца, лёд с водой. В резиновых сапожках можно запросто соскользнуть. Завтра мы вернёмся на место большой опасности в Березняках и не успокоимся, пока яма в районе садиков и школы не будет закрыта. Субтитры создавал DimaTorzok